Интервью с сайтом Мир Тяжелой Атлетики даст старший тренер юниорской сборной до 21 года Завадский Кирилл. Кирилл, какие успехи, какие планы на будущее в сборной России? Здравствуйте. Недавно у нас все любители тяжелой атлетики знают, прошло первенство России среди юниоров и юниоров, который является отборочным к первенству мира. Результаты за женскую половину, скажу, очень приличные, очень хорошо, начиная с категории 58 и далее. Девочки очень хорошо подготовились, молодые, только перешедшие в юниорские возраста. А фамилии можно? Персонально все протоколы знают. В 58 это у нас Баймулкина и Ершова хорошо выступили, показали 205 и 204, соответственно, это для мирового первенства очень неплохие результаты. В 63, три девочки боролись, ну все любители тяжелой атлетики знают результаты, это Лихачева, Ахметова, Максимова. Тоже первая 234 показала Лихачева и Ахметова с Максимовой по 233. В 63 это очень хороший результат, конкурентоспособны, способны на первенство мира. В 69 у нас была Саргичиана Ани, 100-130 она показала, ну чуть-чуть, может быть, где-то не реализовала себя, готова была на больше. В 75 Белобородова Мария, 108-130 показала, тоже хорошая сумма. И в плюсе Кобелева Лариса, 113-130, 243, тоже хорошая, конкурентоспособная сумма. Затем в плюсе у нас еще две девочки хорошие есть, это Пасхина и из Киева хозяйка соревнований. Тоже достаточно неплохие результаты, ну чуть-чуть не добраво, Пасхина своих лучших не добраво, Ну выступили достойно очень, и перспективные девочки были, то есть неплохо. Организаторам очень огромное спасибо за предоставленное, так сказать, свое место проведения для первенства России. И все было, они сделали все условия для того, чтобы девочки в конкурентной борьбе, без лишних проволочек и так далее, спокойно показали свои лучшие результаты, на что они способны. Но у каждой девочки, которая будет рассматриваться, и которая сейчас выступала, очень большая перспектива есть, и рост результатов есть. Даже если мы можем сравнить с чемпионатом Европы, который проходит сейчас в Тель-Авию и завершился вчера, наши юниорки смотрелись бы очень достойно, даже во взрослой команде. Ну, все у них для этого есть, растут. Как мы объявляли на первенцах России, сейчас будет в мае, начнется у нас подготовка. И постепенно, постепенно будем формировать команду и выезжать. Ну, думаю, все должно быть хорошо. Девочки готовы. Это первенство мира проводится у нас в России, в Казани. Мы должны не на 100, а на 110% подойти к этому старту. То есть, ну, и приятно то, что мы работаем, но юниорский состав – это донор основного состава. Мы работаем на перспективу, на основной состав. И я думаю, даже вот кто сегодняшний юниор, он в перспективе будет, я думаю, рассматриваться и на Олимпийские игры 2016 года. Ну, мы видим так по результатам на Европе, вчерашние, так сказать, юниоры уже выступали во взрослой команде. В основном составе, да. У мужчин, да, юниоров больше, но в женской команде чуть-чуть больше молодежного состава. Юниорского состава не получилось. В основном молодежь, ну, и две наши именитые спортсменки – Коширина и Туриева. Ну, молодежный состав тоже очень себя хорошо показал. А есть травмы какие-то, проблемы еще в сборной? Потому что я смотрю на соревнованиях некоторые, там, кто-то за спину держится. Может, ну... Или это рабочий момент? Это рабочий момент, это спорт, знаете, как не болит у того, кто ничего не делает. Это постоянно, конечно, ну, слава богу, у нас есть врачи, массажисты. На спортивной базе у нас есть мини-реабилитационный центр, такой медицинский, не реабилитационный, а медицинский центр, в котором при участии тренировочных мероприятий девочки и подлечиваются, и восстанавливаются. Ну, травмы случаются, где-то какие-то болячки, и у всех, я думаю. Ну, таких нет, кто выбыл там на полгода, а то я вот смотрю в прессе, там, про взрослых пишут, не поехал на Европу в связи с травмой, допустим. Ну, возможно, конечно, когда спортсмен, знаете, на тренировке работает постоянно на пределе, а подготовка сейчас такая, и современные условия диктуют нам, то такую методику тренировки, что мы вынуждены, спортсмены, держать постоянно на предельных нагрузках и при подготовке к соревнованиям. Ну, хорошо, спасибо. Спасибо вам.